с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 13 сентября день парикмахера в россии правда праздник неофициальный причем общепринятая дата их две 13 сентября либо 14 но некоторые мастера предпочитают все таки 14 потому что боятся естественно 13 так как парикмахера относятся к работникам бытового обслуживания то у них есть еще один праздник одновременно с работниками ателье мастерами по ремонту мебели или химчистки несмотря ни на что искренне поздравляю всех мастеров столь важной в человеческой жизни профессии хотя мне последнее время приходится с ними встречаться реже у родившихся в этот день 13 сентября 1860 год этот мир приходит американский генерал джон джозеф першинк именем которого как известно названа баллистическая ракета среднего радиуса действия почему конце 1918 першин был назначен главнокомандующим американскими войсками 21 24 годах он возглавлял штаб армии сша потом был командирован южную африку затем возглавлял комиссии по установлению границы между чили и перу а с мая тридцать седьмого до конца жизни занимал пост президента американского военного движения 1898 году родился марк пруткин российский советский актер анна каренина братья карамазова и много других кино театральных работ в 1923 году родилась зоя космодемьянская партизанка герой советского союза но в 1944 родился александр розенбаум певец поэт композитор стал медиком отучился несколько лет проработал на скорой помощи в ленинградской правде того времени даже появилась заметка об отважном докторе который с риском для собственной жизни оказал помощь высотнице на кране но потом александр яковлевич понял нельзя быть лучшим доктором среди певцов и лучшим певцом среди докторов и ушел из медицины чтобы заниматься песни профессионально у нас было несколько встреч а розенбаум для меня это мой молодой юношеский как говорят максимализм я ему за это благодарен с днем рождения маэстро 1957 год день рождения татьяны метковой многолетней ведущей теленовостей и медиа менеджера а в 1967 году родился майкл джонсон американский легкоатлет мировой рекордсмен в беге на 400 метров события дня 1745 год выходит свет первое издание географического атласа российского в 19 картах он был составлен и издан академии наук под руководством великого математика леонардо элера в нем впервые была введена таблица условных знаков издание было переведено на немецкий французский и латинский языки 1812 год в деревне фили составился военный совет на котором предстояло решить главный вопрос давать наполеоновской армии сражения под стенами москвы или оставить город без боя после бородинского сражения русская армия отошла к москве и ранним утром 13 числа расположилась у небольшой подмосковной деревушке фили вечером того же дня в избе крестьянина фролова собирается военный совет во главе с командующим русской армии кутузовым на котором надо было решить судьбу москвы генерал барклай-де-толли выступает за необходимость отступления обосновав это опасностью позиции и превосходящими силами противника а также невозможностью защищать такой большой город незначительными силами с ним соглашается большинство присутствующих генералов последнего слова ждут от кутузова выслушав всех главнокомандующий принимает решение отступать с потерей у москвы не потеряна еще россия заявил он это было последнее отступление русской армии в отечественной войне 1812 года 1825 год русский император александр первый покидает петербург отправляясь в путешествие на юг в котором он неожиданно для всех умрет или просто исчезнет 1866 год состоялось торжественное открытие московской консерватории помещение для консерватории было нанято на углу воздвиженки и проезда арбатских ворот в доме баронессы черкасовой приемные экзамены начинаются в августе само же торжество открытия консерватории происходило сопровождаемо по обычаю молебствием совершенным пресс священным игнатием епископом мажайским четыре часа в здании консерватории происходил обед на который были приглашены профессорский и преподавательский состав консерватории а также некоторые лица особенно сочувствовавшие успехом музыкального дела в стране обед прошел оживленно предлагались тост и говорились речи среди них князь трубецкой а также господа рубинштейн чайковский коллагривов и другие и главное по окончании обеда петр ильич сыграл на фортепьяно увертюру руслана и людмилы глинки для того чтобы во вновь открытой консерватории первыми звуками было бы все-таки произведение нашего гениального родоначальника русской музыкальной школы 1899 год генри близ становится первой жертвой автомобильного наезда в нью-йорке наезд совершает артур смит пострадавшего доставят в больницу но врачи окажутся бессильны 1913 год нильсбор впервые обнародовал свою революционную квантовую теорию атома на съезде британской ассоциации содействия наукам тогда мало кто из ученых отнесся к ней идущий в разрез естественно с канонами классической физики серьезно но уже через девять лет труд составляющий и ныне основу теоретической физики принес бору нобелевскую премию 1929 год английский бактериолог александр флейминг на заседании медицинского исследовательского клуба при госпитале марии лондонского университета впервые явил публике свое великое открытие пенициллин обнаружены им годом ранее причем исключительно благодаря счастливому стечению обстоятельств доклад флейминга культура пенициллина особого интереса у слушателей не вызвал во всяком случае ни одного вопроса ему не задавали 1939 год здание моссовета ныне мэрия москвы было перемещено вглубь двора на 13 с половиной метров на новую красную линию расширяемой тверской улице тогда улице горького перед этим дом что называется взвесили и он потянул на целых 20 тысяч тонн трехэтажное строение возведено в начале 80-х годов 18 века а в 1785 году за огромную сумму было выкуплено в казну в качестве официальной резиденции московского генерал-губернатора в 1945-47 годах под руководством тогдашнего главного архитектора столицы чичулина здание было надстроено двумя этажами и приобрело современный вид да еще и переехало 1956 год накопитель на жестких магнитных дисках или нжмд жесткий диск в компьютерном сленге винчестер запоминающее устройство произвольного доступа основанное на принципе магнитной записи рождено миру является основным накопителем данных в большинстве компьютеров накопитель тогда занимал ящик размером с большой холодильник и имел вес 971 килограмм где же моя флешка 1999 год взрыв восьмиэтажного дома в москве на каширском шоссе погибает 121 человек террористический акт ну и самое последнее 1981 год в монреале сборная ссср по хоккею впервые в истории выигрывает кубок канады разгромив канадских хоккеистов со счетом 8 1 за год до этого советская хоккейная сборная под руководством виктора тихонова проиграла американской в которой играли даже не профессионалы а студенты но в 1981 монреале в команде под руководством того же тихонова выступает лучшая пятерка тогдашнего хоккея а какие имена фетисов касатонов макаров ларионов крутов если учесть что в воротах стоял легендарный владислав третьяк то шансов на победу не только у канадцев но и у любого другого соперника практически не было до середины матча канадцы еще сопротивлялись когда ларионов начале 2 3 матча открывает счет канадец кларк жиль смог забить ответную шайбу 11 счет красивый но через пять минут спартаковец сергей шепелев принимается расстреливать канадские ворота и потрясенному вратарю майку лью остается только выгребать из сетки одну шайбу за другой матч закончился со счетом 18 пользу советской сборной такого проигрыша команда сильнейших канадских мастеров да еще у себя дома не знала никогда а я до сих пор помню и зрительно и слухово этот великий голос нашего великого советского комментатора николая озерова о великом советском хоккее с вами был николай певненко в проекте дата а